Сыростью квартира пенсионерки Людмила Ясенчук пропитывалась годами. Все ждала ремонта крыши. Не дождалась. За помощью обратилась к нам. После сюжета жизнь бабушки немного улучшилась. Внук заштукатурил самые проблемные уголки. В общем, сейчас у нас здесь получается большой слой штукатурки. Вот надеемся, что пробегать с улицы вода сюда не будет. Еще надо плитку здесь все сорвать, потому что там под клиткой полностью весь потолок, он черный. Выдолбить вот эти промежутки между плитами. Ремонтные работы, кстати, Александр провел не за свой счет. После выхода нашего материала на сложную ситуацию дитя войны Людмила Ясенчук обратила внимание соцзащита и выделила 5000 рублей. 3000 за сам статус и еще 3 на 80-летие. А вода с крыши как бежала, так и бежит. Ну я уж что, вот эти 3000 стратила, 4. Там это все, и вот так. Ничего, короче, так. Ничего от ЖЭУ, ничего. ЖЭУ один у нас это вот все, ничего. Крышу не делают больше 11 лет. После нашего обращения в госинспекцию управляющая компания представила отчет. По нему все эти годы крышу латали. Правда, собственникам это никак не помогло. Нужен-то капитальный ремонт. У нас дом стоит, дом по Октябрьска 25, в региональной программе стоит на 2022 год. Собственники могут принять решение о переносе срока рассмотрения, срока выполнения капитального ремонта. И когда они примут такое решение, им нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы местного самоуправления. Но встреча с администрацией Новоалтайска состоится только после карантина. Ориентировочно в июле. И то не факт, что ремонт начнут раньше 2022 года. Но разбирательство запущено. Прокуратура проводит проверку, а госинспекция вынесла в УК предписание. Отремонтировать крышу над квартирой Людмилы Григорьевны до 15 июня. В противном случае дело пойдет в суд. А там собственница может взыскать компенсацию за годы жизни в воде. Полина Жданова, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.